Дмитрий Владиславович Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги! Это чрезвычайно ответственное задание сегодня нам предстоит. Кроме того, что это большая честь выступать перед столь искушенной публикой, но еще и большая ответственность, потому что это все происходит в присутствии таких мастеров, как Эдуард Абдулхайч и Дмитрий Владиславович. Но мы постараемся сегодня показать вам трансмезонтериальный доступ. На этот раз он будет посвящен пиелопластике. Если позволите, Дмитрий Владиславович, несколько анатомических ориентиров, для того чтобы, возможно, было более понятно тем коллегам, которые еще не пользовались этим доступом. Итак, у нас пациент в положении на спине с поворотом операционного стола. Мы не пользуемся положением на боку, потому как считаем, именно для трансмезонтериального доступа более эргономична именно такая расстановка. Два 5-миллиметровых инструмента. Кроме того, что благодатный край Ставропольский меня поразил еще вчера ночью, когда мы прилетели с Александром Борисовичем, так еще и оснащенность операционная. Но это просто фантастика. И мы можем себе позволить в левой руке иметь биполярный пинцет, а в правой руке гармонический скальпель, что, на мой взгляд, ну просто шикарное сочетание для этой операции. А основные анатомические ориентиры это какие? Связка трейдса, вот здесь она, вот здесь хвост поджелудочной железы. Кстати, вот это уже почечные сосуды. К вопросу о быстром и прямом доступе для раннего легирования почечной артерии при радикальной нефрактомии. Селезеночный изгиб ободочной кишки, собственно селезенка. И мы формируем окно в брыжейке нисходящего отдела ободочной кишки, которая ограничена с одной стороны ветвями левых ободочных сосудов, с другой стороны это нижнебрыжейчная вена. И если это окошко будет недоставать нам по размеру, вернее будет недостаточным по размеру, то мы можем его продолжить вдоль арки Риолана, но естественно не пересекая ее. Выкраивая вот такой лоскут, мы гарантированно не повреждаем никаких сосудов и в принципе никакой проблемы с кровоснабжением кишечника не будет. Сегодня нам помогает замечательная операционная бригада, анестезиолог Ольга Алексеевна, анестезистка Елена. Да, вот они. Кроме того, что это очень красивые женщины, они еще и суперпрофессионалы. Ну и естественно наша операционная сестра Алена, которую я уже начал обрабатывать на предмет того, чтобы забрать с собой в Нижний Новгород. Да, ну не будем мы это комментировать пока, Алексей Георгиевич нам тут тоже много рассказал. Обратите внимание, да, мы сделали небольшой разрез и уже вышли на лоханку, это ганадная вена и вот мочеточник, вот здесь будет пиелуретеральный сегмент. Судя по компьютерной томографии, которую выполнили пациенту на предоперационном периоде, данных за наличие добавочных сосудов мы не увидели, но тем не менее не всегда это так, поэтому мы будем немного осторожничать в этом районе, для того, чтобы не попасть все-таки на какие-то добавочные, либо нижнеполярные сосуды. Ну вот, глядя на то, как вы оперируете, глядя на этот доступ, конечно, возникает желание вначале вообще пользоваться исключительно этим доступом, никаких других не использовать. Единственное, наверное, надо заметить, что, наверное, ограничение, как мне кажется, ограничение этого доступа является, конечно, все-таки селекция пациентов, и пациенты с так называемым висцеральным ожирением, да, вот это нередко или гормонально зависимым, или просто уже там возрастным, еще каким-то алиментарным, наверное, будет тяжело таким образом выполнить операцию. Как вы считаете, Алексей Дмитриевич? Или я не прав? Дмитрий Дмитриевич, нет предела маниакальному состоянию хирурга. Мое глубокое убеждение заключается в том, что это идеальный доступ для подходящего больного. То есть, все-таки для подходящего больного? Да, для подходящего больного. Но, с другой стороны, в нашей клинике за последние три года большая часть всех вмешательств на левой половине верхних мочевых путей осуществлены трансмезантериально. Вот. И мы оперировали пациентов с индексом массы тела, превышающим 35. Конечно, это не так удобно, и не стоит начинать эти операции с таких пациентов. Но, тем не менее, это возможно. И иногда, иногда в некоторых клинических ситуациях, я еще раз подчеркиваю, это может быть очень выгодно для хирурга. Более того, этот доступ можно комбинировать с традиционным. И если мы будем рассматривать его в качестве альтернативы при радикальной нефрактомии, то на самом деле это прямой, быстрый, молниеносный выход на почечные сосуды. И особенно, когда мы имеем дело с тромбами в почечной вене, ну, понятное дело, которые не заходят за диафрагму, а на уровне пилоратурального аортоковального промежутка располагаются, то этот доступ позволяет в кратчайшие сроки осуществить перелегирование почечной артерии. То есть, которые даже в нижнюю полу вену-то сильно не заходят. Да-да-да, я про это и говорю. Вот. Легировать почечную артерию, выделить вену, легировать вену так, чтобы обработать ее латеральные тромбы. А дальше, пожалуйста, вы можете откинуть ободочную кишку, так как это принято в традиционной лапароскопической хирургии почки. Вот. Но, опять же, это тот доступ, которым мы пользуемся достаточно давно и с успехом. И в нашей клинике мы дошли уже до экспериментов. Мы выполняем трансмезентериальные геминефроретроктомии. В том числе нам кажется это удобным. Но, опять же, не у всех пациентов. Тут вы абсолютно правы. Но, с другой стороны, с другой стороны, ведь какой выбор есть у хирурга, когда он оперирует левую почку? У него есть выбор пойти ретроперитониально. Это то, чем славится ваша клиника. А другой доступ – это лапароскопический. Так вот, когда хирург попадает в брюшную полость, трансперитониально имеется в виду, у него, по большому счету, выборов-то других нет. Только откидывать ободочную кишку. А наш способ позволяет хоть какую-то опцию, но в этот скудный ассортимент доступов хирургических добавить. Алексей Дмитриевич. Да-да. Евгений Николаевич. Да-да, Евгений Николаевич. Из благодатного Ставропольского края. Да, хочу вам отдельно сказать, Евгений Николаевич, большое спасибо за теплый прием. Не, подождите, вначале я хочу сказать. И сестры красивые, я просто так вам напоминаю, что вы в гостях. Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич, вы знаете, я вот много смотрел операции в исполнении вами, и мне всегда почему-то казалось, что вы видеоматериалы включаете чуть-чуть, немножко с ускорением. Вот такое впечатление, что инструменты работают чуть-чуть в ускоренном. Право-слево, как бы так, как вот раньше кино мы смотрели, когда они там быстро ходили, там черно-белое. Вот в очередной раз убеждаю, что у вас техника своеобразная, отличается от всех. И вот чуть-чуть на полтакта вы быстрее работаете руки, вот быстрее многих хирургов. Это так интересно смотреть, на самом деле, завораживающее зрение, как будто смотришь в какую-то ускоренную... Вы меня слышите, или вы там чем-то... Я, честно говоря, я стою и глупо улыбаюсь, потому что чертовски приятно слышать такие слова, а тем более, Евгений Николаевич, от вас, человека, который сам собаку съел на этих операциях. На самом деле, очень рады вас видеть, и спасибо вам за то, что вы у нас работаете. Ну, суть до дела, по большому счету, вот смотрите, у нас пилоритральный сегмент практически полностью освобожден. Немножко вот здесь мы подработаем жировую клетчатку, перепельвикальную. А дальше приступим уже к разметке возможного объема резекции лоханки. Пациент не совсем стандартный, кроме того, что у него имеется ряд сопутствующей патологии, кроме того, что у него имеется огромный ожог передней брюшной стенки с килоидным рубцом. Пациент, который, несмотря на свой возраст и наличие вот такой патологии, как обструкция пилоритрального сегмента, сохранил функцию почки. Ведь большая часть людей, которых... А, Сейдмич, я дядик вас, извиняюсь, перебиваю, это Галямов. Да, да, это что было хочу. Как бы напомнить докторам, что остаточное тепло ультразвуковых ножниц, которым вы перехватываете мочеточник, сохраняется. И вот то, что вы перехватываете его, когда он уже остыл, да, это, конечно, очень важно. Вот, напомнить докторам, что инструмент хороший, но нужно помнить, чтобы дать им время остыть, потому что это остается между строк. Да, да, да. Это тот самый теплый прием, теплый прием, теплый прием мочеточника. Видите ожог? Видите, достаточное тепло. Поэтому нужно помнить, как... Как вы перехватываете... Тишку сразу не брать, просто, во всяком случае. Да, нет, можно, в принципе, можно... Веселеселеседмич перехватывает, но оставляя экспозицию времени, поэтому... Чтобы он остыл. Да, да, да. И более того, иногда мы делаем вот так, то есть, во время движения перехватывания мы остужаем об окружающей ткани. Потому что вот на этих вещах нужно акцентироваться, потому что доктор, она смотрится на вашу виртуозную технику, молниеносную, и будет быстро перехватывать после активации инструмента мочеточник. А он согреется, это очень будет тепло ему, мне кажется. А, Сидмич, а вот еще вопрос такой. А вы не хотите показать докторам, для того, чтобы облегчить участь, держалочку, брыжеечку поднять? Чтобы... Это вот прием, который показывают нам гинекологи, наш Арноватьес, вот Владимир Леонидович Медведев, большие художники. Вы будете это делать, отдельную девушку? А, Дарту Блыхач, мы готовы это сделать? Для того, чтобы только исключительно показать докторам, как облегчить участь. Потому что техника виртуозного хирурга, который быстро перехватывает инструменты, это одно дело. Стандартная ситуация, с которой столкнутся доктора, вот, пока ты перехватываешь, это упало, вот, ты не успел передвинуть инструмент, левая и правая рука, да? Поэтому вот эти вот нависающие плащи, их в виде держалочки подшить брюшной стенки. Да, А, Сидмич? Обязательно, сейчас мы это продемонстрируем, но... Просто показать докторам, да, по большому счету это в нашей конкретной ситуации... Это не нужно, но это прием, который помогает облегчить жизнь. Алена сейчас нам даст большую иголочку цыганскую. Да, есть специальные Т-лифты пластиковые, да? Используете, нет? Спиртиковые. Вот, ну, да, они есть, это очень удобно, когда через иглу заводится такая Т-образная пластиковая держалочка, вы прокалываете ткань, подвесили, фиксировали на брюшной стенке. Можно использовать иглу, не важно там какой шовный материал, подшили брюшной стеночке, вывели либо наружу. Варианты могут быть разные. Прямая игла, которая прокалывает, да, Алексей Дмитриевич? Да, 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 да. Ну, мы обычно пользуемся отравматической нитью на 47-й или 45-й игле, которую чуть-чуть разгибаем. Но по большому счету, опять же, возвращаясь к границам окна, мы можем их расширить, не пересекая ветвей левой ободочной артерии, пройдя вдоль них, и это окно увеличится еще больше. Но с учетом того, что мы должны показать все возможные опции, в том числе и фиксация брюшейки к передней брюшной стенке, которую мы часто используем, особенно в малом тазу, когда мы фиксируем придатки яичника, вот, мы это сделаем обязательно. Алексей Дмитриевич, вот говоря, говоря не об этой, конечно, операции, не о пластике, а вот, например, о геми-нефроретеректоме, о которой вы упомянули, через это окно, и вы немало таких сделали операций, а вот в этих ситуациях все-таки расширение этого окна, даже с соблюдением тех принципов, которые мы знаем, да, не приводили никогда к проблемам со стороны ободочной кишки в вашей практике? Это очень тонкий и глубокий вопрос. На самом деле, я хотел об этом поговорить чуть позже с вами, обсудить это. В нашей практике пока нам везет, и мы умудрились не пересечь ни одной ветви ни ободочной артерии, ни нижнебрыжеечной вены. Но, опять же, имея, пусть скромный, 15-летний опыт экстренной хирургии, такое приходилось делать во время экстренных вмешательств, и на самом деле, я думаю, Эдуард Абдулхайч меня поддержит, пересечение одной из ветвей ободочной артерии или пересечения нижнебрыжеечной вены, на самом деле, они не фатальны. Не фатальны. Да, но в зависимости от того, насколько выражена реоланова дуга, потому что бывают ситуации... Да, 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 это очень важно. Опять-таки, с позиции общего хирурга могу сказать, что нам пришлось как-то расширить объем резекции толстой кишки, поскольку, да, пересечения нижнебрыжеечной артерии не влияет глобально, обычно, при сохраненной и хорошо выраженной реолановой дуге на кровоснабжение толстой кишки, но нужно помнить, что статистика бывает в сосудистой архитектонике, когда она не выражена, и это может нотально закончиться. Давай покажем. Поэтому, как рутинное мероприятие пересечения нижнебрыжеечных сосудов, наверное, это использовать не нужно. Нет, нет, конечно, я же с этого и начал, что нам пока везет, и мы умудряемся это делать без ранений. Вот это очень важный прием. Обратите внимание, коллеги, да, мы вывели иглу просто через толщу передней брюшной стенки, завязали на бантик, чтобы сэкономить иголку, через марлевую салфетку, и посмотрим, как это выглядит с той стороны. Либо как вариант, я вот просто дополню вот эту вот держалочку. Можно использовать просто 26-я игла, обычная 2,0 нить, и вы к брюшной стенке подшиваете. Да, можно пришить передней брюшной стенки. Это может быть хоть 4 держалки. Каждая держалочка, да, вот толстую, допустим, поперечную ободочную кишку, пришили к эпигастрию, сделали себе оптимальную экспозицию для того, чтобы не перебирать, не ставить дополнительные порты для ассистента. Во-первых, это лишние проколы на брюшной стенке, что минимизирует косметический дефект, особенно если мы используем трехмиллиметровый инструмент. Так ведь? Ну, сюда. Вот. И нужно помнить о том, что дополнительные инструменты, в зависимости от адекватности хирургической бригады, это дополнительный хаос в брюшной полости. Можно поставить 7. У нас бывает ситуация, когда 7 портов в брюшной полости, разные объемы операции, 3 помощника, и вот этот хаос блуждающих инструментов в брюшной полости, это тоже отдельная проблема. Координирует всю бригаду. Алисей Дмитриевич даже Александру Борисовичу не доверяет дополнительный инструмент для того, чтобы аспиратор-иррегатор ввести и прочее, и прочее. Все исключительно своими двумя инструментами работает. Ну, Эдуард Абдулхайч, на самом деле, мы при необходимости ничтожественное, что это все дело произведем, но на этом этапе мобилизации и на этом этапе операции мы скорее будем мешать друг другу, чем приносить пользу. По большому счету, возвращаясь к трансмезонтериальным вмешательствам по поводу опухолей, смотрите у нас еще какой запас. Вот нижнебрыжейчная вена и по большому счету ветви левой ободочной артерии здесь не выражены. Вот где-то тут они должны быть. Их можно определить, потянув за брыжейку ободочной кишки. И вот они видны. Сантиметр запаса всего лишь. Да, даже вот по большому счету есть еще место. Мне кажется, можно еще расширить для того, чтобы просто продемонстрировать возможности этого доступа. Но опять же, их замечательно видно вот еще на таком пациенте. На худых телах, да. Да, и вот если все-таки пациент с таким вот, как говорят, висцеральным ожирением гораздо сложнее сориентироваться. Кстати, уже нижнебрыжение. Вот они. Вот они. И опять же, формируя это окно, не стоит делать это полным ртом гармоника или какого-либо другого энергетического комплекса. Я предпочитаю это делать по чуть-чуть, по чуть-чуть, откусывая, и в конце концов вы увидите, вы увидите стенку иглодержатель, диссектор. Вы увидите стенку артерии. Ниточки есть у нас? Вот это, обрежьте вот эту вот ниточку. 10 сантиметров. А, Сидмич, вы будете пересекать ганатную вену? Я сейчас хочу ее, да, хочу ей пожертвовать, потому что она находится в зоне нашего хирургического интереса. Это раз. Во-вторых, она будет мешать нам работать. Вот. Ну и в-третьих, лишний раз отрабатывать методику интеркорпорального шва, мне кажется, узла, это полезно. Вы будете показывать самозатягивающийся узел? А как вы попросите, Эдуард? Да, самозатягивающийся докторам, потому что это важная опция. Давайте мы сделаем одну сторону просто узел, а другую сторону самозатягивающийся. А возвращаясь, Эдуард Абдухач, к вашей ремарке о фиксации к передней брюшной стенке брыжейки кишки, ну или вообще интерпозиции каких-либо органов, это же еще большое дело для сохранения мануальных навыков. Ведь с тем наличием, вернее, с наличием такого ассортимента энергетических платформ, что появились в последнее время и, в общем-то, доступны даже в обычных больницах, не говоря уже о таких, как та клиника, которая принимает нас сегодня, хирурги разучились вязать. Обратите внимание, вот самозатягивающийся узел. Альсей Дмич левой рукой сначала делает, потом правой рукой и выпрямляет этот узел. Если сейчас Александр Борисович подойдет ближе к узлу, потому что у нас в зале немножко не очень плотные шторы и часть экрана засвечена. Обзорный. И вот таким образом узел соскальзывает и затягивается. Нужно, единственное, что помнить о том, что этот узел нужно еще дополнительно вот таким образом дотянуть и фиксируем уже еще одним узлом. Этот узел используется при легировании дорозального венозного комплекса. Совершенно верно. будет простаток, где мы покажем стандартную технику операцию с лидированием дорозального комплекса. Вот именно по-другому слову. Ну, понятно, что при... Ну и плюс ко всему мы... Возможно, Евгений Николаевич включит в счет как дополнительную опцию операцию по поводу варикоцели этому больному. Ну, вот нам понятно, что пластика сегмента такая операция, которая не предусматривает конечно даже в такой клинике трату инструмента Легашу, потому что в принципе вот и даже вот с помощью наверное ультразвука мы бы пересекли это не легируя. Нет, нет. Дмитрий Александрович, вы абсолютно правы, но я же оговорился сразу, что для того, чтобы сохранить просто... Да, вот чтобы форму поддержать, да, это прекрасный прием, да. Да, да, да. Будьте добры, гармоник, готовим холодные ножницы. Я сейчас осмотрю заднюю поверхность лоханки. Мне кажется, нужно еще немного мобилизовать. Мы планируем выполнить резекционную пилопластику. Дмитрий Владиславич, удар Табдулхайч. Вот при больших резекционных пилопластиках используете ли вы нефростомию как метод деривации? Я никогда почти. Если ее не было, конечно, если ее не было по каким-то причинам до нас. Понятно. Если она есть, то это, конечно, очень удобно. А вот целенаправленно идти при пластике на нефростомию... Вы знаете, а я вот чрезвычайно это люблю дело. Выполнять нефростомию во время пилопластики, особенно, если предполагается большая резекционная пилопластика. Мне кажется, в этом есть сермяжная правда. Это, во-первых, дополнительная гарантия нашей безопасности и спокойной ночи. А во-вторых, избавляет нас от необходимости каким-либо образом дренировать зону операции, зону вмешательства. И обычно при больших пилопластиках мы ставим и внутренний стенд и нефростому. Потому что это отдельная проблема забивающийся стенд после операции. Да, да, да. Бывает. Особенно, когда мы стараемся избежать лишней коагуляционной травмы для того, чтобы сформировать наиболее адекватно анастомоз. Мы же не коагулируем как при неразбережении при радикальной простатокотомии. Чем меньше коагуляционная травма, тем лучше. В плане надежности хирургии это, конечно же, очень хорошо. В плане фаст-трек, сёджери, в плане косметичности, ну, такой вопрос. Достаточно радикальный, нефростомия. Ну, я думаю, да, дискутабельный вопрос, потому что плюсы есть, вот те, что вы назвали, я с ними согласен. Больше того, мы иногда, к сожалению, видим особенности индивидуальные, что проявляется после операции рефлюкс всё-таки. Я имею в виду клиническое проявление рефлюкса за счёт стента, и это иногда бывает проблемой, но с другой стороны, мы понимаем, что внутреннее дренирование с точки зрения профилактики инфекции, оно, конечно, лучше, любое внутреннее, лучше любого наружного, поэтому, если можно дренировать внутренне, с этой точки зрения, лучше дренировать внутренне. А, Сергей Дмитриевич, лоханку будет широко резерцировать? Да, я, ну, мне кажется, не максимально широко, но всё-таки мы выполним резекцию лоханки, я планирую, извините, мы сейчас с отсосом разберёмся, планирую выполнить поперечную пилопластику, это та пилопластика, которую пропагандировал Владимир Леонидович, Медведев, наш учитель, и она мне так понравилась, что большую часть резекционных пластик мы выполняем в своей клинике именно по этой методике. А вы имеете ввиду пластику без, так называемого, без пересечения? Нет, 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 наоборот, будет резекционная, но пересечения... Это будет ампутационная пластика? Это будет ампутационная пластика, да. Так называемая поперечная или горизонтальная... не используете лоскутные пластики ни в каких случаях или в каких-то используете? Нет, вообще понятие принципиальности в пилопластиках, она очень относительная, да. Каждый пациент индивидуален, но если посмотреть на работы и материалы наших коллег, изложенные, например, в Campbell's urology, то там показанием к лоскутным пластикам является исключительно высокое отхождение мочеточника с протяженной стриктурой онова, то есть около двух сантиметров стриктура, высокое отхождение, в таком случае они рекомендуют использовать вот такие лоскутные пластики. Да, и отсутствие уретровазального конфликта, где в 100% необходимо ампутационная пластика, наверное, все-таки, да, Алексей Дмитриевич, как Вы? Совершенно справедливо. Ну, как одна из опций вот в этой ситуации могла быть и лоскутная пластика, наверное. Ну, с моей точки зрения, да, есть принципиальные противники, я думаю, что если нет пиловазального конфликта, или там, так называемого, ротеровазального, то можно пользоваться пластикой, при этом, единственное, надо оговориться, что лоскут должен быть адекватным, широким, адекватным лоскутом пользоваться, конечно, нет, когда нет сомнений в его жизнеспособности, в его кровоснабжении, я думаю, что такая пластика может быть сделана, хотя вот пластика, так называемая, с пересечением мочеточника, она может быть более универсальной, ее в любом случае можно использовать, и можно позволить себе любой объем резекции лоханки, если вы считаете, что это нужно, не всегда это бывает нужно. Зона нашей проблемы, практически облитерация, мне кажется, нужно даже скорее прибегнуть к более радикальному методу. Ну и особенности поперечной пластики, по Владимиру Леонидовичу прямо так назовем, это медиальная спатуляция. Да, сейчас я как раз и хотел это продемонстрировать. И есть еще одно большое преимущество этого метода. Дело в том, что при классической резекционной пилопластике, как ее называют Андерсон Хайнс, получается так, что мы тянем мочеточник вверх. А при этом методе пластики получается так, что мы тянем ткани лоханки. И, как правило, при больших гидронефрозах ткани лоханки настолько с избытком доступны хирургу, что нет никаких особых проблем дотянуть ее чуть ли не до средней трети. Поэтому, прежде чем резицировать лоханку, мы выполним спатуляцию для того, чтобы потом уже примерив, тщательно отмерив 7 раз резицировать лоханку именно в том объеме, в котором нам это будет принципиально необходимо. Алексей Дмитриевич, очень важный вопрос. Протяженность спатуляции. Да, протяженность спатуляции это, пожалуй, ключ к успеху при пиелопластиках. Она не должна быть очень маленькой. Как учит нас Владимир Леонидович, это должно быть две трети диаметра анастомоза, да? Ну вот, два сантиметра размах моих ножниц, ну, мне кажется, этого вполне достаточно для формирования адекватного анастомоза. Как вы считаете? Вы уверены, что размах ножниц 22 сантиметра, Алексей Дмитриевич? 1,7. 5 миллиметров диаметра инструмента, да, здесь полтора сантиметра. Еще немножко тогда. Так. Вот остатки вот этой ткани мы умышленно не убираем для того, чтобы осуществлять тракцию. Да, потому что чем чаще вы прикасаетесь к зоне будущего анастомоза, да, Алексей Дмитриевич, чем чаще травмируете, вот для нас всегда является образцом техника Владимира Ильинича Медведева. Это бережное отношение к тканям, особенно в зоне будущего анастомоза, если вы обратили внимание, что он вообще не прикасается к тканям. Поэтому оставили площадку, Алексей Дмитриевич, для того, чтобы лишний раз не прикасаться к мочи дочке. Да, сейчас я посмотрю, не нужно ли осуществить гемостаз по задней поверхности лоханки. Да. И начнем резицировать ее. Начнем ее резицировать, и после того, как мы излишки иссечем, мы обязательно выполним пилоскопию, обязательно выполним пилоскопию, для того, чтобы посмотреть, нет ли чего-то там такого, что иногда при длительно существующих гидронефрозах бывает, а именно конкременты. Ведь очень часто у взрослых пациентов с длительно существующим гидронефрозом имеют место быть вторичные конкременты почки, лоханки почки. Ну вот, несмотря на все наши опасения, мы видим, что почка активно функционирует, и я думаю, что мы не зря затеяли сегодняшнюю операцию. Дмитрий Владиславович, да, Алексей А выполняете ли Вы рутинно нефросцинтиографию у пациентов с большими гидронефрозами? Выполняем, да. Может быть, не для того, чтобы оценить функцию почки до операции, потому что целесообразность операции можно, мне кажется, понять другими методами. Даже при ультразвуковом исследовании понятно, сколько паренхима осталось, не стоит ли нефрактомию вообще сделать этому пациенту. А для того, чтобы был изначальный уровень контроля, и сделав повторное исследование через год, два года и так далее, мы можем понимать, что происходит с функцией почки, помогли ли мы ее сохранить или не помогли, и в какой степени она повреждена уже. Вот с этой целью, может быть, с целью контроля больше, чем с целью решения, потому что если почка блокирована, то, конечно, это не очень справедливое исследование, и решение может основываться не на радиозатопном сканировании, но, с моей точки зрения, оно необходимо для дальнейшей оценки нашей эффективности нашей операции, во-первых, и во-вторых, в случае возникновения, а мы знаем, к сожалению, что бывает, необходимость повторных пластика, периодически случается, чтобы понимать показания для них, если вдруг возникает ситуация рестиноза. А в случаях, когда вы имеете дело с большим гидронефрозом, который кажется вам с одной стороны терминальным, а с другой стороны вроде как и ткани и почки сохранены. Мы видим, вы истекли лоханку, мы с вашего позволения переключимся в другую операционную? Конечно, конечно, конечно. Сначала слышно, нет? Ну да, они сейчас подключатся к вам. Отсягивающим с вами? Да, Эдуард Абдулхаревич, значит, ну, из рецидивной опухоли, вы у нас видите эндоскопическую картину, да? Прекрасно видно, Алексей. Значит, ну вот, помимо того, что доктора нашли, да, мы нашли еще дополнительно кое-что. Вот смотрите, вот они, рецидивные опухоли, они поверхностные совсем. Конечно же, это не для эндблок резекции опухоли, они распластанные, многочисленные, но мы сейчас посмотрим, что-нибудь, да? Алексей Георгиевич, у вас спайс-система, вы будете разной? Если бы она была, я бы с удовольствием ее показал, но ее, к сожалению... Вы просто в HD-картине работаете. Ее, к сожалению, и нет, да. Ее, к сожалению, нет. Но помимо вот этого, того, что доктора вам сказали, да, мы еще нашли немножко, да, я сейчас покажу. Вот смотрите, мы еще вот нашли, я их пометил, вот раз, видите? Видно хорошо. И вот маленькая два, видите? Да. И еще маленькая одна, совсем крохотуля, она вот здесь, очень красивая, вот еще одна, три, Это похоже лейкоплакийка какая-то, да? Значит, по правилам лечения подобных вещей это мы оставим на конец. Но вот здесь, хотя это и не очень удобно, я попробую вот это сейчас Н-блок вам удалить, чтобы просто понятно было, биполярно. Маленькая, конечно, но не так это все впечатлительно будет, но попробуем сейчас попробуем сейчас показать две петельки. Так, дайте-ка мне наверное, дайте круглую. Смотрите, не сильно. Да. не сильно. две биполярные петли, сделанные для инблок резекции. Сейчас я посмотрю, какая из них будет более удобна. это такая косая петля немножко, но не знаю, я бы, конечно, хуком бы здесь лучше сделал. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим больше это. Угу. больше коагулирует, чем режет, конечно. Не так это будет показать, как обычной петлей может. На самом деле, видите, вот она. с основанием похоже, да? Эдуард Абдул Харич. Абдул ушел. Ушел, да, ушел. правильно, не хирург, не хирург, не ничего, ему не интересно. Эдуард ушел, а остались самые стойкие. Понятно. Сколько вас там? И с Евгением Николаевичем. То есть вас трое вообще всего, да? Нет, ну и плюс, и плюс большое количество благодарных зрителей, благодарных зрителей в зале. Маленькие опухоли такие, да? Ну, в общем, в общем, все немножечко, конечно же, не так, как хотелось бы, но ладно. Так, нам нужно сейчас ту опухолюшечку достать, сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, помоемся. давайте попробуем еще одно показать петелечку. Я не могу сказать, что это, в общем, на самом деле не то, не те немножко образования, которые удаляются с помощью N-блок-резекции, ну, сейчас посмотрим. А стоит у нас, Андрюша, стоит у нас какая энергия, какой энергии вы сейчас пользуетесь? Мы пользуемся сейчас, во-первых, это биполяр, мощность приблизительно на пятерочке. Сколько ватт? 150 где-то у нас ватт, это на резекции. П형 registry, Сейчас мы знаешь, вам нужны тура, что-то хотим переводить. Пока! Это 아닙 noi. Все, чтобы сделать все зависит Значит, я вам скажу, еще одну штуку покажу Я внимательно ее посмотрел очень Значит, на самом деле, видите, здесь была граница резекции предшествующая Это прямо в рубце, около рубца Ну, не самое благоприятное, сразу вам хочу сказать, для инблока резекции Но мы постараемся аккуратненько, да, все это сделать, все-таки сделать Сразу хочу сказать Это такая ситуация острая у нас, в определенном смысле Что вы имеете в виду, Александр Георгиевич, когда говорите, что острая? Я имею в виду, что она такая, в общем, непростая Она граничит с повышенной опасностью перфорации Ну, Дмитрий, Дмитрий Слович, вы это все видите прекрасно, да? Там видим, как вы аккуратно натекаете Я очень аккуратно, я так аккуратно никогда не оперировал, поверьте мне Вот так аккуратно, это, наверное, не я, там кто видит, не верит А Сванияров точно не верит, что это я Но это я, это не Андрей Сергеевич Андрей Сергеевич тоже с замиранием здесь следит Потому что дело такое, знаете? Так, давай-ка выпустим Во-первых, плоская опухоль, да? Это не самые лучшие показания, в принципе, это не нужно Просто, что? Это ничего, значит, просто на собаке пузырь надо Плоская опухоль неправильно все-таки, да? Но, возможно, все возможно Другое дело, что везде есть показания, да? Вы понимаете, когда эта опухоль на основании не очень широком Это по-другому немножко выглядит Да, мы вот здесь Так, с границами немножко А вот, правда, прослушали, а каков возраст пациента, Алексей Георгиевич? Да, я, собственно, не местный 64 года Сейчас это вот так удалил То есть правильное удаление я показал сейчас, да? Как на таких вещах поступают Но есть у нас задумка Вот здесь очень неплохо спайс, конечно, продемонстрировать При подобной опухоли Вот прям все показания Я вижу, вижу, он еще потом это уберу Я сейчас сделаю N-блок А остальное это уберу вот так Так Как французы вот делают Оперируют N-блок резекцию делают, честно говоря Там, где рубец, видите, она хуже режет Не загорается Это я на резекционную петлю жму А там, где рубец был Вот здесь Я резекцию жму, она не хочет Не дает Генератор умный Не хочет Ладно Вот это, в принципе, петля новая совсем Она как раз промотируется Как для N-блок резекции Именно мочевого пузыря Особых преимуществ По сравнению с закругленной петлей Честно говоря, я не вижу Но если брать показания Настоящие показания А настоящие показания Это боковые всякие стенки Да? Это широкое Вернее, не очень широкое основание То, конечно, при... В общем, она, наверное, удобна Ну, во всяком случае Ваши руках симпатично Чем-то не работает Эти петли Ну... Ну, по крайней мере, да Мы хорошо с Вами видим основание Мы видим основание Относить хорошо Глубина Да-да-да Основание видим неплохо То есть, ну да Есть такие, в общем Вещи Ну вот Конечно Это на самом деле Вот, ну реально Я такой техникой не оперирую Я только видел Но вот В данном случае, наверное Это единственно оптимальный Возможный вариант При плоской опухоли Открыть кровит, Андрюш, у нас Ну или вообще-то не кровит так Номинальный Я потом его уберу Я уберу, да Я вижу, я вижу Но ковырять его Этой петле неправильно Ты имеешь в виду Какой кусок? Вот это, да? Вот это? Ну, мы его сейчас Сразу, ну давай сразу Давай Давай, хорошо Ну, говорю Так, что у нас кровит Из-за основания Так, потихонечку Потихонечку Сейчас Значит, задача Задача не просто ее удалить Единым блоком, да Это само собой Это мы там априори Для этого она и применяется Эта техника Значит, еще вы должны Получить мышечный слой Если вы чувствуете, что его нет Вам надо обязательно Сочетать это все С биопсией Холодной или горячей Не важно Ну, вообще Вот, да вы знаете Да Дмитрий Александрович, я Я, в общем, реально, да Наверное, вот преимущество Такие определенные у петли, конечно, есть Я вот могу ее вроде как Приподнять И вот нам осталось совсем чуть-чуть Да, вот же видите Ну, вот и все Да, вот она Отошла Ну, так, в общем Ну, что, я не знаю Мне, честно говоря Ну, понравилось Вот мы с Евгением Николаевичем сидим И тоже Вот обсуждаем Как контролировано Вот движения контролируемые Такие получаются Ну, я, правда, много их делал Но другими инструментами Ну, мне, по-моему, ничего Могу сказать Понравилось Ничего, ничего Очень даже неплохо То, что это мышечный слой Да, никому доказывать не нужно Все все видят, да Вот еще там для самых Самых-самых Которые, знаете, играют А вон, смотри, смотри Смотри, не убрал Вот для них вот это Что мы сейчас сделаем Наверное Аккуратно Интеллигентно Да Вот так А? Красота Так Давайте сейчас опять вместе Все смотреть Значит Как у нас заведено Значит, вот у нас в клинике Где я заведую Заведено таким образом Хирургию поверхностного рака Один человек не делает никогда Там пару ординаторов Аспиранты Врачи еще лечащие Там еще лечащие врачи Обязательно На экран смотрят несколько глаз И я вам хочу сказать Что у всех буквально людей С разным уровнем опыта Эти несколько глаз Очень часто помогают Увидеть то, что не видят Непосредственно Оперирующий уролог Это очень полезно Девочки, я в принципе Что закончу? В принципе Я сейчас так Говорю чуть-чуть Все, значит Сейчас мы Возьмем более Привычную петлю Хотя мне кажется Это хорошо видно Так, ноемся Давайте У вас такие же правила Алексей Георгиевич Как вы когда-то были В четвертом главном управлении Помните? Ну, мне иногда доводилось В качестве Приглашенного Хирурга Там Делать Таких полюбей Разных Разных Значит Вот смотрите Камеру можно сюда Большую Внешнюю? Внешнюю можно камеру? Вот Покажите Видно там Чего? Видно? На дне На дне Видно, да Вот это вот видно И чистая Совершенно промывная жидкость Да Да Как я показывал Что это неплохо Да, вот она реально Она с основанием Морфолог реально Поверьте Будет хлопать в ладоши Потому что Ну это Реально Очень для него здорово Необычно И очень здорово Потому что Это кусочек А не взвесь какая-то Это кусок раз Это кусок с границами В общем реально Два С хирургическим краем Три С мышцы четыре Значит Давайте посмотрим Да Вот видите Мы С мышцей Конечно же Все это дело Взяли Там где-то Нужно было Так Давайте посмотрим Мочевой пузырь Еще вместе Я Значит Ну есть Какие-то места Еще Вы знаете Есть места Такие Которые Я бы сейчас Немножечко Выпарил бы Ну просто Для того Чтобы вообще Этому пациенту Показана Ранняя повторная Цистоскопия Биоксия Обязательна Я считаю И надо ее делать В течение месяца Не три месяца Знать А в течение месяца Брать повторно Вот из тех мест Где я сейчас Выпаривать буду Вот где-то здесь Был бы Спайс или НБА Можно было бы Как-то здесь Еще показать Интересный Пациент Для демонстрации Очень хорош Я имею ввиду Не для НГОКовой Демонстрации А для демонстрации Диагностических возможностей Диагностических возможностей Алексей Георгиевич Пока вы уничтожаете Остатки опухоли Мы переключимся На другую операционную Чтобы вернуться к вам При эротероскопии Хорошо? Давайте Я сейчас уже Буду делать эротероскопию Заканчиваем Я просто сейчас Давай Алексей Дмитриевич Да-да Мы за вами следим О А я думаю Почему у меня руки дрожат Да-да Я вас чувствую Да Мы вот Переключились снова к вам И Мы в общем Застаем уже Переднюю губу Вы шьете сейчас Да Совершенно верно Заднюю губу Мы вот сформировали Заднюю губу Потихонечку Заканчиваем Закончили Пока нас не было Мы пропустили Как вы стенд ставили Вы может быть Хотя бы на словах Рассказывайте Масса вариантов Так же как с этими Приемами Типс энд рикс О которых мы говорили У каждого Свои приемы Постановки стента Мы поставили Ретроград Нефростому Как это делается Могу описать словами Выполняется Пиелоскопия Выбирается Та чашка Которая вам нужна Через которую Вы планируете Установить стенд А вы каким инструментом Пиелоскопии Выполняете Тем что под рукой Или все таки Меняете инструмент Мы выполняем Лапароскопом Пиелоскопия Лапароскопом Да Десятимиллиметровым Да 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 Совершенно верно Хорошо Осматриваем все чашечки Ищем если есть И удаляем Опять же если есть Конкременты Вот Которые нередко там бывают Да И После этого Протыкая Грубо говоря Пациента насквозь Через выбранную чашечку Мы заводим Нефростомический дренаж Так как это принято делать В открытой хирургии При дренировании То есть изнутри наружу Вы протыкаете Наоборот Да Протыкаем изнутри наружу А дренаж Захватываем Захватываем кончик Нефростомы И затягиваем ее Непосредственно В брюшную полосу Через лоханку А дальше позиционируем Уже непосредственно В том месте В котором это Нам необходимо С учетом того Что мы все таки Оперируем в гостях И хотим Минимизировать Все возможные Проблемы Связанные С негерметичностью Анастомоза Или с какими-то Затеками Вот Я решил установить Все таки Нефростомический дренаж Вы это делаете Иглодержателем? Нефростомический дренаж Мы заводим Диссектором Диссектором? Диссектором, да Значит Насчет Викрила Мы поняли Что это выбор Операционной сестры А не Ваша принципиальная позиция У меня нет По этому поводу Принципиальной позиции Вообще Как в принципе За исключением Того Что Я все таки Считаю Что Использование Таких нитей Как вилок При пилопластике Ну наверное Не совсем Оправдана Почему то Я все таки Побаиваюсь Вот этих Возможных Гипертрофических Хрупцов Которые Как я сам себе Фантазирую Могут развиться В ответ На такую вот Травму Которую вызывает Вот этот Рыбий Рыбий скелет Знаете У нас те же самые У нас те же самые Опасения Поэтому мы тоже Не пользуемся При пилопластике Вилоком Но просто Когда непрерывный Анастомоз А как правило Он непрерывный То стараемся Монофиламент Просто использовать Да Монофиламент Тоже хорошо Но Опять же Это же не так удобно Мы же все помним Как это бывает Эти синие круги Перед глазами Эти пруживные Койлит мемори Так называемая Да 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 Я и так волнуюсь Руки дрожат А тут еще Если Монофиламент То Совсем будет тяжело Дмитрий Владиславович А как вы поступаете В ситуациях Ну похожих Вот на нашу Сегодняшнюю Когда дефект Раневой Имеет предпосылки К образованию Так называемых Ушей Да Что вы делаете В этом случае Я не совсем понял Вот про уши Что вы имеете ввиду Про уши Но когда мы гоним Линию швов И в конце получаем Небольшой такой вот С одной стороны Избыток ткани Я позволил себе Назвать это ушами Но так это в хирургии называется Уши отсекаем Дефект зашиваем Уши отсекайте Дефект зашиваем Да Это как-то прям Звучит Вот так Если не красиво Если красиво Просто зашиваем И уши даже не отсекаем То есть если уши вам нравятся Да То вы их оставляете Если мы считаем Что они там Не проблему Как-то Какую-то большую Себе не будут нести Алексей Медорович Это пилопластика Не отопластика О, Евгений Николаевич Я понял 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 Нет Дело в том Что на мой взгляд Все зависит от того Где это ухо Где это ухо Если это ухо у вас получилось В непосредственно Зоне спатуляции В непосредственно В пилорутральном Вот этом Новом соусе Вот это Мне кажется Очень плохо И опасно А значит Мы шьем Мы шьем так же Как вы И конец Как бы сказать Уши если могут быть То они могут там Уже где-то на лоханке Поэтому Да-да-да Я об этом Что Это не имеет Никакого функционального Негативного смысла В этом плане А шов В самом сегменте Так называем Да В зоне спатуляции Или как говорят В нижнем углу Да Анастомоза Он наиболее может быть Такой Прецензионный Должен быть И там конечно Не должно быть Ни ушей Ни каких-то Ни грубых стежков Других Да Грубых стежков Захвата ткани Массивного И в то же время Совсем там Поверхностных Чтобы они там Не дай бог Там я не знаю Как не прорезались Вот эти последние стежки Они в общем Так Ну скажем Вряд ли сильно повлияют На судьбу ПЦ Мы видим Ничего не комментирует Алексей Дмитриевич Но мы видим Вот этот вот Закрепляющий Закрепляющий Шов Подобно Тому как Морским называют Злом Портные пользуются Портняжный шов Очень удобный шов Когда длина нити Не позволяет вам Завязать узел Адекватно Я специально его показал Это один из моих Любимых швов Хотя в принципе Длины нитки Было более чем достаточно Для того чтобы Сформировать узел Но мне кажется Коллегам это будет Полезно Посмотреть Как иногда В каких ситуациях Можно Чем обойтись Ну в общем Мы в целом На лоханке Вы клипсочками Тоже не закрепляете Нет Я противник Фиксации В области лоханки Клипс За исключением Тех случаев Которые мы с вами Обсуждали сегодня утром Когда мы выполняем По поводу опухоли Геминефрактомию И разбираем Лоханку в воротах И Те чашечки Которые Предполагаем Убрать вместе с опухолью Мы заранее Их клипируем В воротах И пересекаем Вот в этих случаях Да Во всех остальных Особенно при Пилопластиках Я категорически Противник этого В общем и в целом В общем и в целом Мы готовы Посмотреть Что же у нас В конце концов Получилось Сейчас Небольшой Прецизионный Гемостаз Вне Зоны Анастомоза Таким образом Вот Обратите внимание Где у нас Получился сегмент Ну сегмент Отлично выглядит Как будто так и было Вот Спотуляция Вот такой Сегмент И вот Опять же Преимущество Водички В шприц Преимущество Вот этой поперечной Пластики Да Обратите внимание Что у нас Что у нас Тянется вверх Не сам мочеточник Который и так Будет страдать От ишемии А опускается Вниз Именно Медиальный край Лоханки Медиальный край Лоханки Да Это сейчас Прекрасно Видно Он сейчас Лежит Уже так Как Видимо И будет Лежать Последующую Мне кажется Хороший Конус С точки зрения Уродинамики Все должно быть Хорошо И нам Удалось Обойтись Перистальтику Без ушей Вы видите То как мы Промываем Нефростонический Дренаж Это не перистальтика Ясно Это водичка Но в принципе Перистальтику Было видно На швах Мочеточника Он активно Перистальтирует И сейчас Мы если посмотрим Мне кажется Мы сможем Это увидеть В общем И в целом Дмитрий Владиславович Мы заканчиваем И если есть Какие то вопросы Мы с удовольствием Ответим Перед тем Как Пойти Обедать Мы хотели У вас Спросить Будете ли вы Тренировать Нет Не будете Тренировать Нет Мы же Это обсуждали Наличие Нефростома Позволяет Не надеяться На Мы думали Вдруг вы забыли И Вот в этой Ситуации Я абсолютно С вами согласен Что раз Что-то одно Две трубочки Для больного Мне кажется Слишком Если уж есть Нефростома Дренаж Не нужен И будете Это окошечко Восстанавливать Окошечко Мы восстанавливать Не будем Вот И более того Это окошечко Будет нами Использовано Для того Чтобы Подвести К зоне Нашей операции Самый лучший Пластический Материал Который обеспечит Наиболее Адекватное На мой взгляд Заживление Ран Анастомоза Обеспечив Адекватное Кровоснабжение Лимфатический Дренаж Это Конечно же Прядь Большого сальника Ну знаете Если это Пластика Первичная Да А не пятая По счету То мне кажется Вот Брыжейка Кишки Ну То же самое Все сама бы сделала Без сальника Ну Это мне так кажется Ну это Дань моему Любимому органу Я очень люблю Большой сальник И постараюсь Его использовать Везде Где только можно Тогда Спасибо За Блестящую операцию Благодарим вас Алексей Дмитриевич Мы вас ждем на обед Мы знаем Мы знаем Что вы И тряпочку вытащите И вот этот кусочек И пойдем обедать смело Спасибо Спасибо Приятного аппетита Коллеги Спасибо за терпение Давайте перекусим Пожалуйста Можно выйти Коридор У нас 30 минут Срезай мать Это от тряпки Отсоси Дай мне пожалуйста Да 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 Угу Спасибо 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 Спасибо